Я обожаю участников и мастеров, и ведущих. Я Наталья Вальницкая, я сегодня опять вернулась в Нитовале и прокаталась в Одессу. Еще очень хорошо по трассе, замечательно. Вообще, крайна не очень большая, но на самом деле поля все засеяны. Я сейчас хотела размяться на своих веревочках. Там, по случаю, моя подруга и коллега Женя Жарикова делают диалог с голосами. Очень люблю эту технику, это еще очень сильно. Поэтому я там буду повешивать и буду там за богиней. Кто хочет познакомиться с веревочками и забыл, зачем у вас тело, то я могу очень быстро это показать, ощутить. И когда моя дочь мне спросила, она говорит, мама, а ты на шпагате сидишь? Я говорю, да вроде нет. И тут я вдруг нечаянно обнаруживаю, что я, собственно, уже сижу на шпагате. Поэтому я очень венивый человек. Я, хоть, и пусть она и говорила, что хожу на бездетысячники, но это потому, что я туда хочу ходить. И меня от этого очень сильно мурчит. А вообще я не занимаюсь йогой, не веду в городе такие вещи. Иногда на каких-то фестивалях мне хочется или в мастер-классах сделать для народа что-то очень интересное. Потому что йога, цигуны, все эти вещи, они обнаружены и открыты теми людьми, у которых не очень активная молодая половая жизнь. Я вам так близки не скажу. Поэтому приходит калитматик, растягивается на берегу, все говорят, о, цигун, ура, и многие последователи. Или йога. А я про то, чтобы вы сами изобретали свою йогу. И вот когда человека подвешивают, танечку я вешала, он там находится всего ничего, минутку, буквально полторы, три. И потом вдруг понимает, зачем у него тело. А оно столько ответов содержит, сколько ни один вам не ведущий, не психолог, не целитель и не батюшка не даст. Потому что ваше тело мудрее. Оно сформировалось внутри другим матери. И слава богу, вы туда не вмешивались своим интеллектом, уменьшим личностям, мозгами. Поэтому пробудить это тело, и оно вас доставит туда, куда вам надо. И будет у вас столько всего, что не будете успевать тратить. Энергию, деньги, отношения. Ну, в общем, я так живой. И я считаю, что... Еще один момент, раз у меня микрофон пока не отнимают, поделюсь. Я часто слышу на семинарах, что я говорю противоположные вещи тому, что говорят мои коллеги. Например, говорят, вы должны представить свою цель. Четко увидеть, почувствовать запах, вкус, цвет, размер. И женщины тоже говорят, мужчину выбирайте, там, погода, куда-то все знать. А я... Ой, спасибо. А я вам наоборот скажу, что, знаете, общаясь с телеми мира, сил, у которой люди мира, и путешествуют очень по планете, быстро. А девчонки мне сказали, знаешь, я очень... Почему-то такое мероприятие. Я не видела такого, ни одного психолога. Он говорит, знаешь, я очень быстро и рано решил, чего я не хочу в жизни. Поэтому мне легко принять все остальное. И если я не дам Бог себя бы ограничивал своими желаниями, я бы лишил себе больше возможностей. Поэтому я знаю, чего я точно не хочу. А все остальное я принимаю. Вот так. Приглашаю. АПЛОДИСМЕНТЫ Еще одно.